Хей, народ! Всем привет! Я думаю, настало время для еще одного обзорчика. Скетчбука, то, что было на неделе. Итак, это у нас было, было, было. В прошлый раз, я помню, мы остановились на моем артрейде. Так что идем далее. И я думаю, здесь надо пролистать быстро, потому что это немножко недоделанный скетч, который я начала набрасывать на майку. Но что-то мне оно не понравилось, я решила его в дальнейшем переделать. А этот, ну, как-то надо закончить. Пока что он в таком позорном состоянии, так что не будем сильно застрять на нем внимание. Здесь тоже вот эти вот несколько страничек. Это планировался как комикс. Да, что-то меня очень сильно в этот раз расперло на комиксы. Ну, что поделать? Уж на что прет, то и надо делать, как говорится. Вот. Тут, собственно, я даже не знаю, как это объяснить. Но, в общем-то, меня, как обычно, должно было разнести на такой довольно подробный большой комикс, вот по типу того, что видели до этого. Но я решила все сократить до семи страничек, которые, я думаю, это видели в предыдущем моем видео. Да, покрасочка, вот, собственно, первая страничка. И все у нас сократилось вот до комиксов семь страничек. В принципе, неплохо, но смысл сохранился. То, что первый раз я думала. То есть, по сути, это она и есть. Вся эта идея. Да, ребятки, это все еще Undertale. Видите, как сильно меня упарывает из фэндома в фэндом. Щито поделать. Люблю мелоту, не знаю. Да, но, по сути, если бы я осуществила все-таки ту идею, на этом бы мы так просто не распрощались с вами. Это было бы, не знаю, еще страниц, наверное, десять. Это просто зарисовочки в... Не помню, где эту я начала раньше рисовать. Где-то тоже в магазине, по-моему, было. Я терпеть не могу ходить по магазинам. Вот этот вот весь шоппинг и все дела. Это меня настолько сильно изматывает, что я просто не могу. Поэтому, если я с кем-то иду на шоппинг, обязательно со мной должен быть скетчбук или вышивка, или вообще, в принципе, что-нибудь, чем Клосби может себя развлекать. Вот. Особенно терпеть не могу, когда выбирают что-то мне. Это столько действий от меня должны делать. В смысле, столько действий от меня ждут. То есть, что иди по мере это, иди по мере и то. О, Господи, Санс во мне негодует. Поэтому, да, приходится развлекаться вот таким вот способом. То есть, я сажусь где-нибудь в уголочке. Я больше люблю уже раз на то пошло, то шопиться с каким-нибудь другим человеком. Ходить просто за ним, страдать и развлекаться вот где-нибудь в уголочке засесть так уютненьком. Скетчбук есть. Все, отлично. Больше мне не надо. Мне просто надо где-нибудь сесть, и все. И я буду развлекаться. И вот это вот первый раз я развлекалась где-то в магазине, не помню. А это второй раз. Притом, в этот раз я грандиозно забыла карандаш. Но каким-то макаром у меня была красная ручка и линер. Поэтому пришлось развлекаться вот так вот. Несмотря на то, я потом попыталась добавить сюда карандаш, но как-то не знаю. Он сюда, мне кажется, не особо вписался, поэтому лучше бы я этого не делала. И когда я попыталась стереть этот карандаш, то я поняла, что лучше этого не делать, потому что красная ручка расплывается, и ладно, уже пусть он будет таким. В принципе, мне нравится. Итак, что будет? О, да! Кстати, вот красная ручка тоже. Но здесь я не делала ничего. И мне, в принципе, нравится. Тут, кстати, сразу на раз вот так вот довольно вот это. И вот это довольно-таки, ну, более-менее удачное. А вот дальше там еще будет, ну, не особо. Ну, ладно. Это, кстати говоря, тоже из похода в магазин. Увидела в детском отделе. Заметьте, в детском отделе. Увидела кайфовую рубашку абсолютно вот где-нибудь. Вы видите, да? Просто балдежная рубашка. И почему-то, когда я ее увидела, мне сразу представился в ней санс. Я не знаю, чем это можно охарактеризовать, как это можно объяснить. Но вот почему-то мне сразу... Ммм, собари. Да. Ну, и вот. Так что со мной ходить в магазин очень весело. Особенно, когда я сижу вот это вот все. Рисую, рисую. И тут мне уже... Я намерилась. Пойдем. Подожди. Подожди. Я еще не дорисовала. Подожди. Как ты смеешь вообще меня, в принципе, отвлекать? Иди вообще нахрен. Кто ты вообще такой? Да, со мной опасно ходить в магазин. И последнее, да, последнее, что у нас в этом скетчбуке есть за эту неделю. Это вот. Но это я не считаю самой удачной зарисовочкой. Папайрус у меня здесь не особо получился. Санс, ладно. Санс всегда прекрасен. Нет, рука его не идеальна. Ну ладно. Но этот говнюк выходит всегда лучше, чем папайрус. Папайрус более сложен. Ну, в принципе, ноги его нормально. Но видите, раз на раз. То есть, вот эти, допустим, мне нравятся. Вот это вот прям вообще кайфово. Это тоже, ну, так-сяк. Но, в принципе, выходит нормально. Это как-то не особо. К тому же, я попыталась нарисовать опять-таки в стиле более своем, наверное. То есть, вот эти зубки, как я обозначаю персонажей у своих, а не с такими прожилочками, вот, как, допустим, здесь. Да. Ну, не знаю. Я все никак не могу определиться, как лучше их рисовать с прожилочками или нет. Так что, я все еще выбираю стиль. Господи, когда? Клосбы. У тебя уже пол скетчбука в Андертейле. И ты все еще никак не можешь определиться, то что идиот. Да, ребята. У меня бывают такие порывы, так что... Ну вот. Неделя Андертейла, что называется. Я думаю, что... Воу. Ладно. Будем смотреть, что у нас будет на следующей неделе. Так что, пока что, это было все. И спасибо вам, ребята, за просмотр. Спасибо, что наблюдаете за мной, за моим творчеством. Мне очень приятно. Серьезно. Я надеюсь, что кого-нибудь удается вдохновить. Сомневаюсь. Хотя... Как знать. Я обожаю смотреть скетчбуки других людей. Люди, если вы оттуда, от других... Из других видео со скетчбуками, вы классные. Эх. Спасибо, народ. Всем всего самого хорошего. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok